Это стоит того. Вопрос о ценности человека и его убеждений может привести безобидный разговор к интересному повороту. Просто поразительно, что люди считают самым важным для своей жизни и не могут представить ее без этого. Лучшие ценности в жизни нельзя приобрести за деньги. Им невозможно обучиться, их невозможно развить или достигнуть собственными усилиями. Они даются в качестве подарка, точно так же, как Эдемский сад. Человек не насаждал его, человек не планировал его, человек разрушил его. С тех пор для человека стало привычным ощущать свою бесполезность в быстрой гонке жизни. Кажется, что многое вообще не зависит от нас. Чем больше человек чувствует, что не может ни изменить, ни контролировать что-либо, тем больше у него оправданий, чтобы отказаться. Возможно, разочарование было первым шагом в потере собственного достоинства. В разочаровании легко оправдать свою беспечность. Иногда отказ от своих приоритетов и убеждений может стать тихим, но фатальным мщением по отношению к тем, в ком вы разочаровались. Если человек намеренно закрывает свои глаза на истину, то он оказывается там, где все напоминает ему об истине. Попытка избежать людей, возможно, является частью такого отвержения. Планета может быть одинокой, но она очень тесная. Когда верующий устраняется от своих ценностей, он оказывается в странном месте. Это место обмана и стресса. Но никак не злачные пажития в Псалме 22. Ценности очень легко утратить. Если они у вас были, то их легко востребовать. Первый шаг самый большой. Это длинный, смиренный шаг, который сделать можете только вы. Библейский принцип восстановления находится в восстановлении потерянных ценностей. Это могут быть возможности, доктрины, люди. Большинство из них может быть восстановлено. В этом прелесть благодати. Вы можете получить свою жизнь обратно. Ценности – не просто набор чисел и правил в нашей голове. Они – сады и виноградники, которые Бог насадил в нашей душе. Нам нужно охранять и возделывать их. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Псалом 22, третий стих. Пастор Матте. Следующий – не constructа топлива на стерквях. Один говорит стих. Псалом 22, третий стих. Терéf関 22, третий стих.